Чуть с веществом, чуть с веществом, чуть с веществом, не только трем, но и наполняем немножко веществом, не только трем. Хорошо? Давай. Этими же цветиками. Тот же цвет. Немножко нашвырять рисунок. Там, где ты видишь темный, накладываем темный. Там, где мы с тобой планировали ствол поставить сосны, можно два ствола поставить. Темный, темный. Где у нас камни темные, где у нас кустики темные. То есть вот такую рябь нарисованностей нашвырять. Рябь нарисованностей. Да, да. Мастихином камни чуть-чуть добудешь выцарапыванием. Вот таким выцарапыванием добудешь немного камней. У тебя появится идея каменных этих склонов. Вот они. Вот они. Еще поцарапаешь. Березонька. Вот такая будет. Вот такая. То есть поищешь композицию пятен. Если что-то не получается, пальцем затерло, предприняло снова. Вот. Предприняло снова. Березочка. Одна будет крупная, ближе к нам. Другая будет помельче. Еще может быть мельче. Совсем вдали. Покажем, что это уходящий склон. Там дальше пошли чернявые веточки. А мы сделаем вид, чтобы березы здесь вот эту поэтичную атмосферку создали. Мы сделаем вид, что вот этот березовый островочек, он пошел туда вниз. Вниз, вниз, вниз. Здесь мы с тобой открываем небо. И это небо будет перерублено веточками сосны. То есть это будет черно на светлом голубоватом фоне. Идея композиции поняла? Давай. Вот такие действия. Вот такие. Вот они выглядят, как каменюха. Вот такие. Нет. Вот кто выглядит, как камень. Хорошо? Давай. Понашвыряешь много. Много вот такого. Вот прямо выкрутасничать кистью. Смотри. Крутить кистью. Понашвыряешь, понашвыряешь. Коричневый, голубой. Коричневый. То был голубой, розовый. Теперь голубой, коричневый. Накидаешь и его. Разбелый, розового. Сначала грязноватого цвета. Разбелый. Грязноватого. Накидаешь, накидаешь. Прямо, как бы, суетно, нервно, торопясь будешь набрасывать. Похожим образом, только в лежачку нашвыряешь вот этих, ребят. Эти хворосты. Хворосты. И причем вот этой маленькой кистью, но интенсивно накладывая. Вот эти темноты накидаешь. Коричневый, голубой, без разбела. Вот эти темноты. То есть нам нужно много вот этой вот бахрамистости. Вот этого много нужно. То есть, такое, чтобы взбитость мазком произошла. Вдали, несколько вот по такой траектории, создашь идею прозрачности. То есть на вот эту мутность, которую мы с тобой положили, ты начнешь укладывать вот эту прозрачность лежачей кистью против шерсти. Против шерсти, чуть-чуть по шерсти. Потом возьмешь зеленцу. Такую бледную. И ее тоже чуть-чуть по этой же траектории понасадишь. Начнет появляться весеннее настроение. Сиреневизна. Вот она. Вот она. Вот она весна. Вот она. Согласны? Сиреневость, дымчатость, зеленоватость и розоватость. Сиреневизна. Накидаешь, накидаешь. Все вот там сквозь этого всего. Цветовую историю. Мастихином на переднем плане немножко начнешь набрасывать грязноватые цветики, грязноватые цветики освещенных камней. Седенькие. Или зеленоватые. Или еще. Вот так. Укладывая. Рублено. Давай. И еще приступишь к этому, но будешь в отношении густоты более рачительным. Мы с тобой планировали небо вложить. Возьмем какую-нибудь голубоватость. Попробуем вложить. Там могло бы плыть какое-то облако. Какое-то облако. Которое могло бы быть оранжеватого цвета. Чтобы не было скучное пятно, только голубое, сделаем его. А главное, что небо в этом узнается. И далечка мягенько вот так теряется в этом небочке. Теперь сверху на такую кудрявость письма. Немножко снова возвратим идею березки. помнишь, мы планировали сделать уходящий характер этих стволиков туда, как рощица такая. Бывает, иногда березки клонятся. Может быть, какую-то чуть-чуть склоненной нарисовать. Не все стволики сделать такими ровными. Чуть-чуть может быть склоненной. То есть, этот ушел сюда наверх. А этот, может быть, чуть наклонился. Но основная масса берез все стоят перпендикулярно земле. У нас еще стволик ожидается у сосен. Причем, у них вечно рыжие стволы. Одно будет пониже, другое будет повыше. и сиреневость теней у ствола обычно. То есть, рыжий собственный цвет и сиреневость теней. У нас здесь как бы есть свет в картине, но он непонятно, откуда бьет. То есть, понятно, что сверху, но непонятно, с какого бока. Желательно, конечно, какой-то бок все-таки создать. Может быть, вот этот бок. То есть, вдоль ствола чуть-чуть различима освещенность солнцем. Логично? Береза. Плотностью наполнишь плотностью. И тоже с одного бачка яркий свет. То есть, сама береза будет сиреневить и чернить ее. Ты согласны, что это в цвете появилось? То есть, там сироп. Мы добавили сиреневизну тени, синьку сиреневизну и оранжевизну света. И появилось в цвете, да? Что сразу как-то обогатило цветовым содержанием. Как раз. поддавишь потом из малого тюбеда. Еще тебе необходимо поставить множество вот таких мазочков. начнешь с переднего плана. Вот с этого плана. Такой импрессионизм мазочков. Вот такие. Я понимаю, что у цветков у них вот такое настроение. Судя потому что я вижу. Но импрессионизм он вот такой. Вот такой. Поэтому ты сначала накидаешь вот этого добра. То есть как бы перышко, которое летит. а потом к этим перышкам немножко добавишь их истинной очерченности. Чуть-чуть, чуть-чуть вот этой закругленности. Чуть-чуть. Но сверху на перышко. То есть нижние будут как бы их поддерживать, а верхние их облепят. Камни должны иметь в теневых мало краски. Мало краски. То есть не бомбим, тупо. В теневых мало краски. На светах с краской. И с содержанием уместных. То есть наблюдаем их очертания и укладываем уместные. То есть не огольно бомбим краской, а очертания ее. Которые ложатся на теневые. То есть вот этот светлый ложится на теневой свет. Тогда появляется культура укладки. Согласны? То есть не каша краски из темных и светлых, а с некоторой культурой. Чуть-чуть сделаешь мглистой темноту вот этих глуховатую темноту сделаешь мглистой. Мглистой сбив некоторое напряжение мазков. И уже сверху на это можно вот таким маканием то есть берем тряпку розочкой можно маканием чуть позаслонишь глухие места мелкостью мелкостью полутенистых проявлений. Там есть те, которые на свету, а есть те, которые в полумгле тени заслоняют глухое. И потом все более вот такое, да? Давай. Стайками. Зигзагом и стайками. Что ты большую взяла? У тебя же помельче было. зигзагом и стайками. И ни в коем случае не конопата. Не вот так. Не вот так. Категорически не так. Вижу уже такие места стайками и зигзагами. Знаете, вы другая это. Так, но с камнями не произошло абсолютно. Так, вот здесь камень. Ага. Ну вот я как бы сделал уже подсказочку, но никто ее не оценил. это просто пластилин краски, который никакой конструкции в себе не несет. темные места я делаю глухими. глухими, без густой краски, без выраженности густой краской. еще дополнительные рельефчики будут выцарапаны. не густая краска. Обратите внимание сейчас вот сюда. Не густая краска. Пуш Katherine. Здесь punk украина. В дизельской блендер. Вот обрыв камня, вот плато. Похожим образом и здесь создать свет и тень. И увидеть теневые плоскости и световые. И уже сверху на вот это. Не значит, что надо все, что мастихином вырезано, перекрывать. Но, дополняя, заслонить. Что-нибудь понятно, что я сейчас делаю, да? То есть у меня световая наполнена густотой, теневая не наполнена. Плюс вот этот какой-то рельеф. Плюс засвеченный кусок, который контрастирует, который придет сюда. То есть понятно, там еще и лишайник. Но может быть даже от лишайника вот этого, который в тени, и отказаться. Либо сделать его окончательно внутри теневой. Вот никаким. Тонально никаким сделать. Тонально и по густоте краски. Никакой. То есть сохранилась принципиальность теневого и светового пятна. Здесь несколько сложнее ситуация. Но идея та же. Но вот постарайся вот эту идею показать вот на этом камне. Ну и чуть-чуть и здесь. Ну и то же самое там. Смотри, я сначала сбрил то, что ты положил. Сделал вот эти обрывы. Показываю направленность. Укладки камня. Что он вот так провисает. Да? Сделал принципиальную разницу световых и теневых. И еще очень важную вещь сделал. Слоями укладывал уходящего от нас ступенями. Поэтому сначала здесь темно, бескрасочно. Или краска не напряженно. И потом внутрь этого сначала царапанки. Царапочки. А потом на эти царапочки, на шлепочки. И ступень чертов. Ступени, ступени. Ну как пальцы заслоняют друг друга. Вот эту идею заслоненности, уходящую вдаль. Траву эту сначала нужно подложить темную каркасину. А потом вот такими рыхлятинами, более светлыми, зашвырять траву. Итак, все теневые места глуховаты. Ты видишь, да? Звучание на глухой поверхности. Давай так. То есть она у тебя такая же насыщенная, как и световая. А у меня, смотри, не такая. Ты видишь? Это очень интересный момент. То есть световые эти проявления, они лежат на теневых. Заслоняя теневые. Разница в густоте дает выгодное звучание. Звучание для отделения света от тени. Потому что тонально они почти равны. Но они не равны по густоте. Для нас, исполняющих их, они не равны по густоте. Густоте, Ya�, Сезон, Играет теневую. То есть отмешке все это что-то страшно. Играет теневую. Играет теневую. Матери. Играет теневую 곁. Играет теневую. Играет теневую. Ты видишь, всюду появилась свет, тень, свет, тень, свет, тень. А уже потом все вот эти краски, и то я стараюсь поменьше краски класть для теневой, вкусненько? И цветненько. Но идея, ты понимаешь, теневой остается малое количество краски. Внятная разница световой и теневой, хотя там она почти неразличима. Очень все важно. И ты видишь, я не все вырезал очки, которые я там мастихином тогда царапал, я их не все заслоняю. Часть остается незаслоненная. Как все нормальные дети, для тебя куст это шарик. Нормальное детское рисование куста. Куст, деревья, это зонтики. Сейчас будем знакомиться с кустом. И, как? Сейчас будем готовить. Кустом. 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 Пау. Идите. Пау. Существу. Пау. Идите. Идите. Можно сколько угодно увлекаться цветом этих цветков, но не решив вопросы формы, так ничего и не получить. Я не напрасно тогда показал вот эту глухоту, которую следовало заслонить вяло, а все напряжение вышло сюда. Когда мы смотрим на них сверху, они только на макушках. Вот это надо запомнить раз и навсегда. И у деревьев та же история. Вот те мазочки, о которых я говорил, и все устремлено к макушкам. С тайками. То есть такой зонтичный характер, с зонтиком. Заслоняя, одна выпуклость другую, одна заслонила другую, другая третью. И вот так заслоняя, они уходят вдаль. После того, как мы с тряпкой набрали вот это еле-еле, следом идет уже мазочек. И заслоняем. Здесь мы подбросим с тобой чуть-чуть. Чуть-чуть дымочек дали, дали. Он тоже и там. Чуть-чуть. Ну у тебя работа еще, Тима. Еще конь не валялся. Давай. Давай.